Моя проповедь сегодня — это не будет экспозиция текста в таком привычном для нас смысле. Это больше будет попытка показать, как Господь мне помогает самоформироваться. Главная цель жизни христианина заключается в угождении Богу. И мы с вами можем угождать Богу только одним путём. Когда сознательно учимся становиться более и более похожими на Христа. Вы об этом слышали уже вчера, вы об этом сегодня слушали уже несколько проповедей. Высшим качеством Христа является Его любовь. Он возлюбил нас так, что отдал себя за нас. Вот это вот Христово великодушие, отдача себя другим, является самым величайшим выражением Его любви. И теперь, по примеру Христа, Слово Божие учит нас поступать так же. Он образец для нашей жизни. Эфесянам 4 глава. У нас на экране два текста. Первый и второй, пятый главы. Но я, должно быть, начну читать с 32 стиха 4 главы. В результате того, кем вы являетесь во Христе Иисусе, кто вы есть. Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И далее. Итак, в результате того, кто вы во Христе Иисусе, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Обратите внимание вместе со мной на вот эту вот строчку. Или на вот эту вот фразу. Чадо возлюбленные. Мы его дети. И не просто пасынки. Не просто принятые. Мы его дети возлюбленные. У любви очень отзывчивая природа, не так ли? Любящее сердце, когда видит беду любимого человека, когда видит страдания его, когда видит нужду его, оно хочет помочь. Ради того, которого любишь, готов отдать последнее. Вот такая вот любовь Божия. Божия любовь проявляется в том, что он отдает, а не то, что получает. Его жертвенная любовь, его великодушие, она самым наилучшим образом была явлена на кресте. Любить Божьей любовью, это означает отдавать себя другим ради блага других людей. Не ради моего блага. Настоящая любовь, она заинтересована интересами другого человека, а не моими личными. Как Христос отдал себя ради нашего спасения, так вы любите друг друга. Другими словами, дорогие мои друзья, служить Христу или служить людям, по примеру, Христа, это значит делиться с ними милостью, которую я испытываю постоянно от Бога, получаю, любовью, которая меня поддерживает, вдохновляет к служению, добротой, которая изливается на меня постоянно. Вот эта вот милость, любовь, доброту, это благословение, которое наполняет мое сердце, теперь я могу отдавать другим. Вот почему мне нужен Христос. Конечно, в жизни бывают такие ситуации нередко, когда человека нужно исправлять, человеку нужно помочь, в чем-то его обличать, но и это должно происходить только в контексте созидающих взаимоотношений. Если у вас нет желания добрать человеку, если вы не строите с ним отношения и нет доверия, вы не сможете быть служителем слова для этого человека. Бог сначала принял нас в свою семью, пришел на землю, восстановил с нами отношения, и теперь в контексте этих отношений Он исправляет и восстанавливает нас в образ Сына Своего. Вот у кого мы учимся великодушию. Что нужно верующему человеку, чтобы его отношение к окружающим людям формировалось под влиянием Божьего великодушия? Я хочу предложить вам сейчас несколько истин, которые я взял из различных мест священного Писания, и они были больше мотивированы опытом служения. Несколько истин, которые помогут расти великодушие. Самое первое, на что я хочу посмотреть вместе с вами, и очень прошу вас, будьте внимательны, это основополагающая истина. Оценивайте каждую ситуацию в своей жизни через призму главной цели жизни. Когда я думал об этой истине немножко больше, или об этом уроке, у меня даже пришла такая мысль где-то изменить этот первый пункт, оценивайте свое сердце или содержание своего сердца в каждой ситуации через призму главной цели жизни. Ведь каждый из нас живет ради чего-то. Мы с вами делаем то, что делаем, потому что мы этого хотим. Какая цель в вашей жизни? Для чего вы занимаетесь служением? Для чего вы ищете людей, чтобы им помогать? Для чего реально вы сегодня здесь? Для того, чтобы научиться чему-то новому или каким-то новым трюкам в служении, или же пропитаться Христом. Ответ на этот вопрос определяет траекторию вашего дальнейшего движения. Слово Божие говорит о главной цели жизни следующее, очень коротко и емко. Колоссянам 1 глава, 10 стих. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Другими словами, дорогие мои, я для себя это, я заучил это наизусть, что главная цель моей жизни и главная цель моего консультирования, когда я помогаю человеку, это помочь ему встретиться со Христом, угодить Богу, становясь более и более похожим на Христа. Именно поэтому, когда я сталкиваюсь с какой-либо ситуацией, я себе задаю этот вопрос в первую очередь. А какую цель ты здесь преследуешь? А мы можем угодить с вами Богу только одним путем, становясь более и более похожими на Христа. И это, дорогие мои, план не только для пастыря, это план Божий для жизни каждого христианина. Поэтому, вот в хорошем смысле этого слова, я хочу вас ободрить и бросить вам вот этот вызов. Оценивайте каждую ситуацию в своей жизни с точки зрения Божьего плана для вас лично. Об этом очень хорошо говорит Римлянам 8 глава, 28 стих и 29. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Любая ситуация жизни, хорошее и нехорошее. Почему? Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Бог все делает для Своей славы и для нашего блага». Братья, сестры, я больше не верю в случай. Когда-то я верил, что могут быть случайности. Больше в случай не верю. У Бога все под контролем. Он любую ситуацию в моей жизни допускает для того, чтобы была явлена Его слава и было мое благо. А мое благо в чем заключается? Мое личное формирование в характере Иисуса Христа. Как это происходит? Я очень часто использую эту истину из книги «Притч», книга «Мудрости», 30 глава, 33 стих, говорит так. «Сбивание молока производит масло». Видите, что делает Соломон? Он берет примеры из жизни и здесь показывает очень хороший урок, открывая в наше сердце окошечко. «Сбивание молока производит масло». Почему? Потому что в молоке есть масло. Толчок в нос производит кровь. Почему? Потому что там не молоко. Так и возбуждение гнева производит ссору. Обычно человек начинает гневаться, когда? Когда он не получает того, что он очень сильно хочет. Ну или же боится, что не получит. Вернее, потеряет то, что он так усиленно держит. Это уже вопрос сердца, чего он так сильно хочет, что даже готов грешить, если боится это потерять или боится, что не получит этого. Так вот, чтобы вскрыть наше сердце, Господь допускает ситуации в нашей жизни, в которых мы очень часто не получаем того, что хотели бы. И вот наша реакция в этой ситуации всегда, всегда вскрывает содержание нашего сердца. А таких ситуаций великое множество. Где-то хам за рулем вам дорогу подрезал, где-то ребенок что-то не вовремя сделал, где-то не уважили, где-то не приняли, где-то что-то пошло не по плану, вы не получили того, что хотите. И что тут возникает? Недовольство, ропот, обвинение. Так вот, слушайте меня, братья и сестры, негативная реакция моя на происходящее, это как красная лампочка на доске приборов. Она предупреждает, что что-то не в порядке с моим сердцем. Какие-то желания, они стали сильнее, чем желание угодить Богу, сильнее, чем желание уподобиться в образ Христа в этот момент. А я уподобляюсь в образ Христа, когда в конкретный момент подчиняюсь истине Слова Божия, а не иду на поводу своих неудовлетворенных желаний. Главная мысль здесь такова. Я угождаю Богу, когда я думаю и поступаю, как думал и поступал Христос. Или другими словами, думаю и действую по истине Слова Божия, а не иду на поводу своих неудовлетворенных желаний. Друзья, я для себя эту истину усвоил, наверное, с самого первого дня, когда я пришел в семинарию. И преподаватель спрашивает нас вопрос, как вы думаете, в чем заключается главная цель консультирования? Прославить Бога. Помочь человеку прославить Богу, становясь более похожим на Христа. Понимая эту истину, я, когда соприкасаюсь с какой-либо ситуацией или ожидаю, что эта ситуация идет, я внутренне всегда обращаюсь к Богу, молюсь ему, Господи, помоги мне увидеть, как мне прославить Тебя в этой ситуации. Вразуми меня, что говорить и как поступать. А это нелегко. Бывает, когда человек по своей привычке, он сделает тебе больно, потому что он привык другим больно делать. Или небрежностью, или каким-то словом резким, или поведением неправильным. Это мы с вами не находимся в каком-то, знаете, в какой-то лаборатории, где все стерильно и все идет по формуле. Так все хорошо. Нет. Это здесь мои чувства, мои эмоции, мои желания хорошего, желания чего-то другого, не очень хорошего, но о чем будем говорить ниже, они перехлестываются, и главный вопрос, кто или что будет руководить мной. Когда я делаю оценку каждой этой ситуации, а делаю это регулярно, вот уже много лет, опять я задаю себе вопросы, а как я, прославил ли я в этой ситуации Бога своим поведением и речью? А что реально мной руководило, вот когда я увидел это или услышал вот это вот? Желание угодить Богу или желание получить чего-то своего? А что мне нужно сделать другой раз, чтобы быть служителем Слова для этого человека? Смотрите на себя, дорогие, и на ближних своих с точки зрения Божьего плана в вашей жизни. Братья и сестры, ваша жизнь изменится. Господь очень усердно работает надо мной, изменяя меня. Кстати, мое служение является для меня одним из основных инструментов, которые учат меня великодушию. Наверное, с каждым годом появляется больше терпения и желания провести с человеком дольше времени. Где-то не заметить какие-то мелкие недостатки или проколы, сосредоточиться на чем-то другом. А было время, где-то был такой милицейский подход. Служение нас тоже меняет. Если вы будете смотреть на свою жизнь, на каждую ситуацию с вот этой вот позиции, то тогда вы будете учиться смирению, вы будете учиться видеть свои грехи и учиться любить ближнего. Вот именно так Бог воспитывает в нас великодушие. Вот это вот первая истина, которую я хотел поделиться с вами. Оценивайте ваше сердце или содержание вашего сердца в каждой ситуации через призму главной цели жизни, для чего вы живете. Вторая истина. Учитесь признавать свои собственные грехи и промахи. Вот это вот посложнее. В первом-то случае это я сам собой перед Господом. А это теперь уже перед другим человеком. Учись признавать свои грехи и промахи. Апостол Павел, он был мощнейшим инструментом в руках Бога. Мы это знаем с вами. Он проповедовал Евангелие в разных народах. И везде, где он проповедовал, образовывались новые церкви. Но тогда возникает вопрос, почему вот этот муж Божий, благословенный служитель, он так часто напоминает нам о его грехах и промахах. Можно найти три, пять. Но я, по крайней мере, один назову из этих промахов, о котором он говорит. Или о грехе и даже. Первая Тимофея, первая глава с 12 по 16 стихи. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель». Знаете, кто такой хулитель? Это, который ругает Бога. Это, который хулит Бога. Вот это да. Вот это вот публичное исповедь в своем страшном грехе, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но теперь помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Здесь апостол показывает нам две важные причины, почему нам нужно признавать наши грехи, почему нужно исповедовать их. Первое – это прославляет Бога, и второе – дает надежду людям. Вот посмотрите внимательно опять на этот текст. Смотрите, как очень емко, но в то же самое время, очень коротко Павел говорит о своей греховной жизни в прошлом. Он называет факты, но не расписывает красочное в разных деталях, там, цветных красках, все свои грехи, как он жил, каким он был, чем он занимался и так далее. Но зато как много здесь он говорит о спасающей благодати, которая изменила его жизнь. Почему? Потому что он хочет Христа здесь прославить, а не самого себя. Был таким, а теперь видите, мол, какой стал. С другой стороны, человек, который очень много говорит о себе, когда рассказывает свое свидетельство, как его Господь нашел. Когда человек много говорит о себе в своем свидетельстве, но мало говорит о благодати Божией, которая его изменила, то он прославляет себя, а не Бога. А может быть, даже эта благодать никогда его и не коснулась. Поэтому не о чем говорить. У Павла все наоборот. Павел исповедует свои страшные грехи. Для чего? Чтобы ярче показать Христа Спасителя. Смотрите, 16 стих опять. Чтобы Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Если Христос простил меня, другими словами, такого негодного человека, то тем более простит и тебя. Признание моих грехов, моих промахов учит меня смирению. И особенно эффективно учит смирение, когда мне нужно этот мой грех и мой промах признавать перед человеком, который считал, что я эксперт и помогу ему. Эксперт. У меня, как и у других людей, есть лукавые и неверные желания. У каждого пастора есть. Потому что мы воплоти живем. Эти лукавые и неверные желания могут привести к беде. Поэтому мне нужно снова и снова проверять свое сердце и ставить себя под защиту Божьей благодати. Мне нужно регулярно самому, дорогие братья и сестры, исполнять повеление в Евреям 3 главе, 12-13 стих. Давайте я прочитаю это вместе с вами. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Для меня чрезвычайно важно не только помогать другим людям, но искать вот этого братского взгляда со стороны и подпитки со стороны других людей, благочестивых людей, растущих в Господе людей. Как они видят меня? У меня есть склонность видеть себя не в правильном свете. Как-то подслеповатый я бываю сам к себе. Должно быть, каждый из вас это испытывает. Зато проблемы других людей мы увидим очень ясно. Братья рядом, они помогут себя лучше видать. Когда я признаю свои грехи и промахи, я начинаю понимать лучше другого человека. Через что он проходит, что он переживает сейчас в борьбе с грехом. Я начинаю ясно понимать, что он страдает от своих грехов точно так же, как я. И ему нужен Христос точно так, как он нужен мне каждый день. Вот в этом случае у меня, дорогие братья и сестры, меняется отношение к человеку. Мы с ним не только братья во Христе Иисусе, мы еще с ним собратья во плоти, или как это можно назвать, через те же самые беды пробиваемся. Вот почему мне нужно постоянно ставить себя под действие Божьей благодати, которая защищает. Разница между одним человеком и другим. Один учится идти по защиту Божьей благодати в подчинении истине, и учится жить истиной, выявляя эти греховные и лукавые желания и заменяя их благочестивым мышлением и поведением. А другой слеп. Разница в этом. Во всем остальном люди одинаковые. Когда я разговариваю с человеком, вот так вот не с позиции превосходства, а на его уровне, когда мы смотрим глаза в глаза на одном уровне, это дает человеку доверие. Он понимает, что я не сужу его, я ничем не лучше его. Однако Бог работает во мне. А раз Бог изменяет меня, значит и у него есть надежда, что у него это может произойти. Надежда, что Бог будет производить свою работу в нем. Поэтому, дорогие мои, будьте честными и признавайте свои грехи и промахи. Это очень помогает расти в долготерпении и великодушии. Третье. Служите людям ради славы Божьей и их блага. Колоссянам 1 глава, 28 стих, 29. Которого, то есть Христа, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости. Для чего? Чтобы представить всякого человека, совершенным во Христе Иисусе. Для этого я и тружусь, и подвизаю силу его, действующей во мне могущественно. Вот это вот главная задача пастырской работы. представить всякого человека, совершенным во Христе Иисусе. Дорогими словами, помочь ему становиться более и более быть похожим на Иисуса Христа. Благо человека – это его личный рост в благочестии, то есть преображение его характера в характер Христа. Дорогие мои, и я, и каждый из вас будет гармоничной личностью только тогда, когда мы определяем нашу идентичность по замыслу Бога. Когда мы обретаем смысл жизни, надежду и помощь в Иисусе Христе, а не в чем-то или в ком-то другом. И задача служителя – помогать в этом процессе. Но тут есть опять человеческий фактор, вот эти внутренние неве и лукавые желания, которые воюют во мне. Братья, вопрос к вам, к служителям. Замечали ли вы когда-нибудь, что в вашей работе с людьми, в ваших взаимоотношениях с ними, вы всегда как будто бы балансируете между желанием любить людей и между желанием быть любимым ими? Ну или супруги, муж и жена. Это тоже бывает, наверное, чаще всего. Вот в таких ситуациях обычно весы, они как-то склоняются в пользу желания быть любимым, желания быть уважаемым, желания быть принятым. Вроде и хорошее желание, но какой из меня будет пастырь, если меня не будут уважать и не будут слушать то, что я ему читаю? А это может стать большой бедой, по сути дела. Если вот эти вот весы где-то внутри меня склоняются в пользу желания быть любимым, это знаете, что будет вызывать? Это будет вызывать во мне и вызывает страх и раздражение. Почему? Да потому что, когда я нуждаюсь в другом человеке больше, чем люблю его, я буду склонен к гневу. Знаете почему? Потому что я не получаю или боюсь не получить от него того, что я так сильно хочу от него. Уважение, признание, любовь. Вот тут даже мое служение может стать идолом, подпоркой. Не Евангелие, а служение может стать основанием, почему я делаю то, что делаю. Беда. Вы также будете бояться людей и впадать в человека угодничество. Если хотите, чтобы он вас любил. Почему? Потому что люди вокруг вас, они имеют то, что вы так сильно хотите. Опять же, самое это уважение, это любовь. Не получается по-хорошему, буду искать по-другому. Вот где много лживости, лицемерия и так далее, и так далее. Вот почему болезни в церквах. Однако, когда мы с вами учимся любить, мы обретаем свободу от вот этого мучительного рабства, страха, мнительности, зависимости, от того, как воспринимают меня люди или не воспринимают. И мы получаем безграничные возможности служить людям ради их блага. Ради их блага, а не ради моего блага. Именно любовь Божия, она мотивирует достигать людей, чтобы дать им то, в чем они нуждаются, не беспокоясь о том, что мы получим или не получим взамен. А в чем человек больше всего нуждается? В примирении с Богом, в обретении спасения, отцовства Божия. Апостол Павел, говоря о его служении среди верующих, вот смотрите, как он говорит, здесь много в этом тексте, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 8 стих, много любви и великодушия, которое из этой любви истекает. Любви не к себе, а к людям. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, вас хотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Другими словами, мы полюбили вас, вы нам стали так дороги, мы жизнь вам передаем, а не только знания. Вот именно в таком контексте любовь, она может быть долготерпеливой и не желать зла. Любовь может противостоять несправедливости, обличать во грехе. Только в том случае, если я учусь любить ближнего, не ожидая ничего взамен. Братья мои, дорогие и сестры, каждый из нас может учиться любить ближних вот так вот, как любит Христос, только если мы с вами сами пропитаны любовью Христа и постоянно себе об этом напоминаем. Если у нас благодарное сердце есть за то, что Христос сделал ради нашего спасения, не будет благодарного сердца, не будет великодушия. Христос нас любит всегда. Он нас любит не потому, что мы с вами заслуживаем Его любви, а потому что Он Сам есть любовь. Никто никогда из нас не смог, да и не сможет заслужить Божью любовь и прощение своими добрыми делами или жизнью послушания, заповеди. Если бы смог, то Христу не нужно было приходить на землю. Несмотря на это, Бог не отвергает нас во гневе, а продолжает с любовью искать даже тогда, когда мы не ищем Его. Только тогда, когда я пропитываюсь любовью Бога, мое желание любить других людей становится сильнее. Мое желание любить людей становится сильнее, чем желание быть любимым другими людьми. И вот именно вот это доверие Божией в любви надает свободу любить других людей так, как Христос возлюбил нас. Он возлюбил нас, когда мы с вами были еще грешниками. Братья, а Бог нас с вами любит очень сильно, правда? Раз Бог нас любит настолько сильно, что Он Сына Своего отдал, будьте уверены, что Он будет создавать в вашей жизни условия для вашего духовного роста. Поэтому ожидайте, что Он будет в вашей жизни допускать обязательно обстоятельства, в которых вам нужно будет учиться побеждать зло добром. у нас будет с вами, да, наверное, уже есть преизбыток таких обстоятельств, в которых нужно учиться исполнять повеление Римлян 12 глава, 20-21 стихи. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящую голье. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. В этом тексте мы не находим даже малейшего намека на то, что сначала ты должен расположиться к человеку, почувствовать такое, какое-то сострадание или там участие к нему. Здесь речь идет о подчинении Слову Божию. Этот текст был написан в первом веке, когда жестокие нравы царили. Представьте себе на минуточку такую ситуацию, когда уверовавший молодой человек сталкивается с врагом, который совсем недавно измывался над его семьей. И вот к этому человеку обращается Слово. Если он голоден, ты накорми его. Другими словами, дай ему то, в чем он нуждается. И этим ты покажешь, что ты не держишь против него зла по одной причине, потому что Христос тебя простил и ты его прощаешь. Хотя твои чувства кричат прямо противоположные, а ты поступи так, как говорит Слово. И это не лицемерие. Лицемерие будет, если я буду притворяться, что это так хорошо и приятно. Независимо от того, как чувствуешь себя, подчинись Слову. Вот где мы начинаем расти великодушие. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Четвертая истина. Учитесь смотреть на других людей через призмы вечных ценностей. На домашних своих, на людей, с которыми соприкасайтесь в служении, на людей в общественных местах, на любого человека, который рядом. Но в первую очередь на людей, которых Господь веряет нам, для того, чтобы мы как пастыри и служители могли заботиться о них. Смотрите на них через призму вечных ценностей. Эфицианна 2 глава, 10 стих. Ибо мы, Его творения, созданы в Иисусе Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на дела праведности. Любой пастыр наверное поймет меня вот то, что я сейчас скажу. Бывают такие ситуации, когда я устаю от грехов людей. Вот он снова и снова в своем упорстве не хочет меняться и не очень-то старается и видеть свою проблему. Вот тут возникает такое искушение, что вдруг все, что я начинаю замечать в этом человеке это его грех. И у меня появляется какой-то вот это неправильный перекос внутри. Я замечаю его грехи и я стараюсь ему при каждом удобном случае во время встречи указывать на его погрешности и на его провалы. Вроде бы дело неправильное дело. Он же неправильно живет, он же не по слову. А все, что я в нем вижу это его большой грех и в эту точку я капаю, капаю, капаю. Это создает реальное напряжение. Человек провалил, я его критикую. Говорить истину о любви и критиковать это разные вещи. Он начинает где-то сторониться меня, ему не совсем уютно со мной. Он же понимает, что ему говорят правильные вещи, но как-то я его отталкиваю своей вот этой вот колючестью характера. Он начинает избегать меня, а я его опять критикую, опять, значит, проваливает, раз не идет ко мне. Все, что я вижу, это его промахи, это его промахи, это его промахи. Братья, но ведь человек, он-то не одномерное создание, правда же, да? Он не только один грех большой. Или как Пол Трип написал, я не помню, в одной из своих книг, что, как это, грех на двух ногах, который ходит. Все, что видит, только грех. Если он христианин, тогда в нем работает Дух Святой. Вот о чем я говорю, учись смотреть на человека через призму вечность, небесных ценностей. Он является членом одного тела вместе со мной, Церкви Христовой. Он мой брат во Христе, за него умер Христос. Если он находится во грехе, я знаю, он страдает, потому что ни один человек, рожденный свыше, если он находится во грехе, он не будет безмятежный и не будет счастливый. Он мучиться будет внутри себя. Смотря на него через призму вот этой ценности наших родственных отношений, я буду искать его. Вот что помогает расти великодушие. Видеть человека через призму глазами Бога, как Бог его видит. Даже если этот человек неверующий, тем не менее, он создан по образу Божию, а Бог не хочет его смерти, он желает спасения грешника. Это уже дает вот эту вот внутреннюю мотивацию и основание продолжать уважительно относиться к этому человеку и снова и снова его искать. Какое практическое значение имеет эта истина? Когда вы, по примеру меня, если вы такие вещи замечаете в себе, что становитесь настолько критичны, в первую очередь покайтесь перед Богом в вашем грехе замечать только плохое в людях, в людях, которым вы помогаете, от которых вы устали. И поставьте перед собой цель начать замечать людей тогда, когда они делают все правильно и делайте это сознательно. Скажу вам честно, очень скоро вы обнаружите, что это очень тяжелая задача. Оказывается, замечать недостатки и критиковать их мы специалисты. Тут учиться не нужно. Я помню, как-то мы с братьями на одном из наших пастырских ретритов сидели так кругом и задача была такая сказать что-то одно доброе, хорошее о твоем брате сотруднике, вот за что ты благодарен Богу. И вы знаете, об этом нужно было хорошо подумать. А что вы смеетесь? Думаете, что я один такой? братья и сестры, очень часто мое измененное отношение к человеку, оно снимало напряжение и начинало восстанавливать нарушенные отношения. В этом случае Господь работал надо мной очень много и работал над сердцем того человека. Учитесь смотреть на других людей через призму небесных ценностей глазами Бога. И последнее, пятое. Затем я попрошу братья все эти пункты высветить. Ищите силу и ободрение в Боге. Опять это у меня с одной стороны проповедь, с другой стороны моя исповедь или попытка поделиться там, как надо мной работает Господь. признаюсь вам, что очень часто я устаю от постоянной заботы о людях. Возможно, вы себя в таких вот ситуациях обнаруживали тоже. Вы чувствуете себя измотанным в работе с трудным человеком. Вот где-то возникает такое желание даже сдаться и уйти, просто забыться. Когда вот такое происходит, берите Библию в руки, становитесь на колени и прям кричите к Богу. Просите Его, чтобы Он ободрил вас. Потому что служение без ободрения это нудное, тяжелое, неугодное Богу служение. Открывайте Писание и позвольте Богу напомнить вам, что Христос умер за вас, когда вы были еще грешниками. Позвольте Ему напомнить, что Он за вас, поэтому никто не может быть против вас. Услышьте от Него еще раз, что Он надал за вас свою жизнь и Он завершит начатую вас работу до конца. Он не оставит. Он не человек, чтобы изменяться. Когда где-то вы проваливаете снова и снова о своем служении, знайте, что Христос вас не разочаровался. Хотя вы знаете, хотя я знаю, что у Него есть на это достаточно веские основания разочароваться во мне. Он продолжает любить меня по причине голговской жертвы Сына Своего. Вы знаете, как это утешает от осознания вот этой истины, что Господь любит меня не за то, что я делаю, а что Христос сделал ради моего спасения на кресте. И поэтому я имею внутри свободу бороться с грехом, расти в освящении, снаряжаться Божьей силой для того, чтобы служить другим людям. Пусть его жертвенная любовь возгревает ваше желание пытаться снова и снова достигать людей. Это звучит, конечно, здорово, но мы знаем, как тяжело это делать. Очень тяжело. Когда вы замечаете, что вы попадаете в такую ситуацию, вам становится настолько трудно по-настоящему любить, что вы готовы отказаться от чего-то, впадаете в уныние. Напоминайте себе благословения, которыми вы облагодетельствовали во Христе Иисусе. Реально открывайте первую главу послания эфесянам. На коленях стойте, читайте ее вслух, разговаривайте словами этой главы с Богом. Как много Бог вас облагодетельствовал во Христе Иисусе. Поплачьте этой главой, помолитесь ей. Вы примирены с Богом, у вас есть доступ к престолу и его благодати, он дал вам глубину и богатство взаимоотношений с ним. И теперь вы можете этими взаимоотношениями, которые вам дал Христос делиться с другими людьми. Ни в каких-то других отношениях Христос их дал. Или же молитесь вместе с апостолом Павлом словами из Ефесянам 3 главы 14-21 стих. Открывайте Библию, ложите перед собой, становитесь на колени перед ней и в голос. Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом и его во внутреннем человеке. Затем обращайте эти слова к себе, чтобы вам укрепиться во внутреннем человеке и его благодатью. Верую вселиться Христа в сердца ваши, Господи, мне верую вселяйся больше. Для чего? Чтобы укорененные и утвержденные в любви могли постигаться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову. Для чего? Чтобы вам исполниться всею полнотой Божию. А тому, кто действует на силу, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века и до века. Аминь. Дорогие мои, ваше старание быть правильными, быть великодушными приведет неизбежно каждого из вас, включая меня, к самоправедному фарисейству, если оно не будет корениться в Евангелии, в том, что для меня сделал Христос. Постоянно, постоянно напоминайте себе, что для вас сделал Христос. Помните о вашей новой идентичности в нем и учитесь подражать ему. Именно это будет хорошей школой великодушия. Аминь. Владыка Небесный, я благодарю тебя за то, что ты своей любовью согреваешь сердца, даешь надежду. Твоя любовь выражается в таком необъяснимом глубоком великом великодушии. Ты продолжаешь терпеливо работать над каждым из нас. Господи, я хочу продолжать учиться быть служителем, быть сопастырем, по примеру тебя, Христос, учиться любить, заботиться, терпеть, поступать мудро. Учи, Господи, этому каждого из нас, чтобы мы в нашем служении и в нашей жизни могли являть тебя нашим ближним. Перед тобой преклоняемся наш великий владыка и наш добрый пастор и отец. Аминь. Продолжение следует...